алё-халё привет всем привет всем кто изучает немецкий язык друзья сегодня хочу дать вам небольшой тренажер а именно цифры там где чаще всего слышу ошибки от моих студентов чтобы у вас тоже не возникали вопросы вот с такими числами которые вы видите сейчас перед собой мы их вместе с вами озвучим потренируем но перед тем как мы начнем их произносить давайте все-таки вспомним самый главный порядок чисел да это интервал от 1 до 12 и здесь я всегда говорю об одной такой вот супер прекрасной подсказки особенно если вы воспринимаете цифры на слух иногда это тяжело в быстрой речи да вот поток звучит информации и из них нужно выхватить так как какое же конкретно было из этих число и тут очень легко даю такую маленькую фишечку смотрите каждое число еще раз да им интервале фон 1 bis 12 от 1 до 12 конечно же нужно эти цифры знать наизусть это база основа и из них уже потом строится двухзначные трехзначные шестизначные так далее и в чем же заключается мой секрет да то есть когда вы слышите айнс это единичка айнс но у него созвучно с с а вот свай и драй будут иметь одинаковые похожие звучание потому что diphtong и и как бы всегда дает айн майн дайн наш самый любимый распространенного такой буква сочетаний и когда цифра к 2 и 3 иногда рядом номер телефона или номер поезда там пустим да то тогда на двоечку чтобы не перепутать очень часто можно услышать свой дай да и тогда это индифицируется конкретно цифра 2 поэтому тот кто не знал берите сейчас на вооружение не пугайтесь если вы слышите цво речь идет о цифре 2 ну и дальше конечно вообще очень легко теперь цифра 4 первая буква и да то есть не путаем с ай у нас как бы удлиненная буковка и протяжная за счет того что она тоже соседствует с е и мы слышим цифру 4 это фея да вот такой длинный буква удлиненная и фея дальше фильм ну не знаю какой по-русски написать давайте и напишу фильм фильм даже если быстро кто-то произнес и вам прилетела фильм да боже что это ага ну и у вас ассоциация всегда только с цифрой 5 потому что ну ничего другого у нас не будет следующая цифра 6 тут-то кстати ахтунг да не забывайте про вот такое буква сочетания цхс произносится всегда вот как звонка к кошечку зовем да ахтунг потому что у нас очень много таких есть если с цеха то это шу просто цс да вот если мы закроем это было х как их мих дих них но мы сейчас видим цеха с это звонка x теперь возвращаемся гласной и цифра 6 произносится как бы таким открытым широким звуком секс секс кстати с озвончается перед гласными то не секс будьте внимательны с если стоит перед любой гласной зухан зейн как вот звонка всегда ее озвончайте и так цифра 6 это секс мы говорим про гласные следующая цифра 7 и она кстати единственная которая состоит из двух слогов да то есть мы видим зи бэн то есть нам нужно произнести и длинненькую и еще короткая зи бэн да очень утрированно чтобы вы именно идентифицировали звуки по гласным которые мы слышим сейчас про нее как раз мы будем отдельно делать тренажер потому что она единственная которая состоит из двух гласных дальше цифра 8 это просто даже коротко проглоченный вариант но вы слышите а да то есть это не что иное как цифра 8 акт цифра 9 имеет еще один дифтонг немецком языке две буковки у всегда произносится как ой но и но и запоминайте да то есть на самом деле у всего самый популярный это и дает ой длинненькая и не путайте да вот которая просто удлинять не фир афия да вот как бы длинненько такая ее звук удлиненный и ой все больше не будет никаких дифтонгов не пугайтесь да то есть просто запомните ой хопа да то есть это европа денежки в германии это тоже ой 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 нам очень важно будет цифра для дальнейших построений двухзначных цифр да это будет такой длинненький 10 7 почему длинненький потому что тут тоже пришла такая буковка ха когда она стоит после гласных да вот мы видим голосом и произносим и ци но мы в этот момент должны как бы вот прям прятать протянуть выдвинуть удлинить если вы ее выбросите к примеру да получится цель никто вас не поймет цель да то есть продолжаем вот такую ха себе как-то схематично рисовать что мы ее удлиняем 10 это цель буковка цыпленок цирк последняя буква в алфавите этот сет да как бы так она и называется сын 10 11 это эльф эльф да то есть секс не путаем это эльф она больше как мягенько эльф вначале эльф и 12 этот ну тут тоже можно как бы да прям прям по утрировать что ротика губки остались кругленькие о ну мы их немножко зажимаем цвет давайте маленький тренажер сделаем если я сейчас называю одно из этих чисел фон аэнс без твердо но использую вот такую шпаргалку попробуйте распознать о какой цифре идет речь например да вы совершенно правильно поняли услышал букву а ассоциация идет только с цифрой 8 следующий пример и я специально да немножечко утрирую но вы сейчас поняли что и единственное это четверочка фея даже если быстро кто-то произносит не пугайтесь будьте умничками обхитрите все то что вы теперь знаете да и последний вариант пусть будет ага да то есть это тот же цвай вот чтобы разделить мы часто используем на цифру 2 вот такую гласную от сбо ну и теперь переходим к нашим вот таким большим огромным числам которые сейчас мы будем с вами озвучивать не пугайтесь почему я взяла именно семерочку потому что помним да она единственная которая состояла из двух слогов здесь будет небольшой ахтунг с ней то есть внимание внимание и так сама по себе цифра 7 называется зи бен тоже как бы удлинили вы теперь это знаете и коротенько зибы звонка с потому что гласная зибы зибы это 7 теперь по правилам немецкого языка мы должны к любому числу да то есть как бы крестиком сделать назвать сначала семерочку и потом да то есть у нас будет цифра 7 плюс 10 10 мы с вами помню только что у нас был важный такой до десяточка это цель вот как 10 пальчиков у нас до перед перед нами цель и получается что если мы оставим зибы ныцей будет некрасиво она выбьется из всего нашего ряда она сейчас станет послушной да то есть вот этот ем чтобы оставить один слог мы будем с вами усекать вот этот ем нам сейчас не понадобится чтобы она была ну такая же как и все и получается что цифра 17 муж сейчас нанизываем еще 7 плюс 10 берем мы будем урезать усекать вот это ее второй слог и у нас останется zip цейн ой потеряли мы тут с вами еда удлиненная zip цейн zip цейн zip цейн это 17 точно такая же процедура сейчас нас ждет когда мы будем добавлять следующий суффикс суффикс да то есть нолик который кругленький когда мы будем округлять 20 30 40 то есть теперь цифра 70 у нас будет звучать zip цейн зип цейн видите мы не используем как бы второй слог чтобы тоже zip цейн ахтсиш нонсиш будут кругленькие то есть вот эти два базовые понятия вам понадобится для того чтобы дальше раскрыть любое любое уже более сложное число ну и теперь 77 немецком языке мы всегда делаем число с конца начинаем с последней цифры зибы теперь как бы шаг назад унт и сколько здесь еще и 70 зибын он zip цейн до 70 сих глухой суффикс из кругленький все что 30 40 50 всегда имеет вот такой суффикс такую окончание оглушенного варианта зибын он zip цейн следующий пример мы видим полную семерочку да то есть мы сейчас к ней ничего не будем добавлять мы так и будем ее называть зибын но уточнять что после нее сейчас еще идет двухзначная цифра да то есть ничто иное как наши семь сотен 700 и вот эти сотен нам понадобится слова хунди от зибын хунди от 7 сотен если это 500 тогда так и будем говорить пять сотен фунт хунди от секс хунди от ахт хунди от мы сегодня берем зибын хунди от здесь мы не усекаем потому что у нас сама семерочка сама по себе так и есть полном начальном ее варианте следующее это семь сотен до которые только что были но еще и мы тут видим 17 зибын хунди от сюда мы всегда вставляем слова сотен сотен хунди от зибын хунди от 17 7 плюс 10 до плюс 10 зибын хунди от 17 теперь семь сотен но теперь 70 кругленькая вот это кругленькая всегда суффикс зибын хунди от зибын теперь все вместе собираем в кучку зибын хунди от зибын да вот здесь нам нужно шаг назад зибын хунди от зибын он зибын хунди от зибын он зибын еще раз повторите вместе со мной зибын хунди от не забываем слова сотен вставлять 700 теперь с конца зибын он зибын следующие число все кругленькая и здесь нам нужно индифицировать что теперь уже идет речь о тысячи да то есть тысяча это уже три значения после семерочки будет то есть наша зибын она автономная 1 мы так и и называем но индифицируем что наш не просто семерочка после нее еще идет трехзначное число и это тысячи то зэнд смотрите как я всегда легко подсказываю да то есть на каждую гласную мы три точечки то у зэнд слова там у зэнд это тысячи если тут было бы 4000 значит просто бы мы заменили фиа сау зэнд зэкс сау зэнд ахт таузэнд у нас сейчас зибын и вот сюда вставляем слово таузэнд таузэнд три точечки 17000 ага значит мы должны по сначала назвать цифру 17 и потом добавить тысяч 17 у нас было семь плюс десять значит усеченный зип цель зип цель таузэнд а здесь уже кругленькая не забывайте что вот этот всегда округленный этот сэш зип цишь и вставляем слово таузэнд понятно да идем дальше теперь у нас семь сотен да то есть сюда он нам нужен индикатор что это семь сотен хун дэрт зибын хун дэрт и теперь таузэнд зибын хун дэрт таузэнд следующее число это зибын миллион 7 миллионов то есть зибын и теперь еще один индикатор возьмем это уже шестизначное после него число идет и мы его тоже пишем с допполь эль миллион кстати иногда еще вы можете встретить сокращенный вариант просто зибын мио или зибын миллион зибын миллион зибын хун дэрт зибын у зиптишь таузен зибын хун дэрт зибын у зиптишь пожалуйста напишите в комментариях еще раз вот это полное число проверьте себя три индикатора хун дэрт таузэнд миллион подписывайтесь на мой канал ставьте лайк жду вас безумных стималь алис гуты чусь с вами была анжелика пока пока